Взаимно, Валерий Константинович, я тоже очень рада вас слышать, ну и хочу поделиться с вами радостью. Но вы, наверное, помните, что обычно я покупала саженцы в ферме Тахвосе, это питомник здесь в Финляндии, но все саженцы, которые я покупала, они имеют высокий штамп. Но с 18 года, с тех пор, как я познакомилась и узнала Железова Валерия Константиновича, я стала выращивать свой сад по Железову. Я делаю обрезку только при первой пересадке, а так я просто наблюдаю за деревьями, как они себя ведли. И вот две груши, это очень такой яркий пример, для меня я, конечно, впечатлена. Штамп у груши Ольга, высота штампа была 75 сантиметров, а у груши Чижовская высота штампа была 95 сантиметров. Ну и с 18 года я наблюдаю год, деревья вообще, они как бы не верили, что их не трогают, а через год после этого, с 19, они стали давать побеги. И такие активные, сильные, молодые побеги. И этот штамп стал обрастать ветками довольно низкой земли, сантиметров 20 от земли дерево стало обрастать новыми побегами. А в этом году, что я звоню вам, у меня такая радость. Они даже вот эти нижние побеги, не все, конечно, но частично они давят цвет. То есть дерево чувствует очень себя хорошо. Но и груша Чижовская вообще очень здорово, обильно очень цветет. Ольга поменьше, но все равно может быть в этом году, так как они у меня рядом растут. Может быть, там будет опыление. Хотя, надо сказать, у нас весна очень холодная. И главное дело, что шмели то редко появляются. То есть нет этих ни пчел, ни ос, ни мух, ни кого-то вот здесь вот сейчас я не наблюдаю. Вот это немножко беспокоит. Ну а так вот радость у меня вот такая. То есть дерево, я пришла к выводу, ДНК. ДНК дерева тоже. Вот оно помнит, что оно должно быть таким, не с высоким штампом, а в форме куста. Вот конкретно насчет груши. Ну и остальные. У меня есть тоже материал для вас, но это, наверное, в будущем. Не сейчас. Тоже есть у меня сад посаженный, место одно, где я из ваших, от вас я получила семечки и косточки плодов и деревьев. И тоже вот я покажу, в прошлом году я показала, что я посадила все на холмы, все по железу, все четко. А в этом году я покажу, что прижилось, что не прижилось, но, в общем, я очень довольна. Вот этот материал я подготовлю попозже. Валерий Константинович. Так, доклад окончен, да? А теперь разговор продолжается. Вы знаете, у меня избирательная память. Есть целые годы, которые вообще выпали из моей памяти. Если взять таких годов, добрых 10-15, я не вспомню ничего, вообще ничего. Вот. А что касается садоводства, у меня избирательная память. Итак, возвращаемся года на два назад. Так, мы с вами, вы мне показали молодые вот эти же самые, вот они, груши, по-моему, они и были. Да, они же, они. Они, так. Значит, у них был искалеченный тем, что отрезаны были нижние скелетные ветки, и эти сады свои приобрели в финском питомнике. Я, естественно, я сделал какие-то предварительные выводы. Первое. Ура! Север Финляндии, я насколько помню, полфинляндии, по-моему, уходит за полярный круг, я не ошибаюсь? Вот. Часть Финляндии, то есть это северная страна. И вдруг выясняется, что они сами вырастили деревья, саженцы. Вот. Вы меня познакомили с этим питомником, я в них это делал, я их ролики смотрел, я многое чего видел, и мы даже сняли с вами пару фильмов. Вот. Единственное, самое главное, что мне не понравилось, растят несколько лет вместо одного года. Видимо, наращивая массу, вес и высоту, они догоняли до 6-8 тысяч рублей и перевозили в Ленинградскую область, знаете, жрите, извините за выражение. Вот. Переростки. Так было? Вот. Вы же достали их на месте, вот, и в них можно было ждать урожая, и вы сейчас его ждете. Но была страшная вещь. Оголенный штамп с этими, с ранами вместо веток. Я вас попросил, вспоминаю, вы меня слышите? Да, да, слышу очень внимательно. Я вас попросил, значит, предь будут обрастать, нижняя часть начнет обрастать ветками, не трогать их. Дерево возвращает генетическую форму. Вот. Скажу больше. Она на самом деле, это не генетическая форма, чисто генетическая форма, и деревья со штампом, это когда они из косточки и семечки. А здесь, когда они вживили, они привали, привали лучшую капулировку, я показывал, я рассказывал, я даже где-то восхищался. Там тоже есть мастера. Вот. То, что они не стали окулировкой, почкой привать. Меня это даже удивило. То есть, заметьте, я не стал их только, это, как наших, крыть чуть ли не матом, да? Я высказал, все положительное, что у них было, все отрицательное, что было. Вот. Но оголенный штамп у привитого дерева не должно быть по одной причине. У привитой ветки, ну, там, одна, ну, обычно они берут две-три почки. Мы рассмотрели с вами их хозяйство, я же фильм сделал, две-три почки. Нету штампа и быть не может. Это почка с боковой ветки. Значит, вот как он растет, допустим, в 10-20 сантиметрах от низу, вот как у вас на фотографии, дерево вернуло свое, это самое, программа сработала. Вот. Мало того, что вернуло, и пусть с опозданием, но зацвела. Вот они, нижние ветки зацвели. Они вернулись. Вот это и есть настоящая форма. Но, тем не менее, вам повезло, что дерево не погибло. Что то, что оголенные были, штамп, все-таки не довел до этого. Но у вас, извините, еще не Сибирь. И у вас не север, не самый север. Да, вы живете на севере, но вы ближе к Альстриму. Давайте разбираться глубже. Вот то, что я сказал, это истинно последняя инстанция. Привитое дерево не имеет права иметь штамп. Не может иметь штамп. Вот как растет, так растет. Вот. Потому что это не сеяние. Ладно. Теперь продолжаем эту тему. Потому что еще не все сказано, еще пройдут годы. Дай нам обоим здоровье прожить еще долго-долго. Особенно мне. Вы-то куда денетесь? Девчонка еще рядом со мной. Извините, что я так с вами. Вот. По-простому. Так вот. Значит. Что было зимой? Вспоминайте. Какая была температура? Средняя? Низняя? Зимой. Я хочу сказать, что зима была очень снежная. Вот. Очень снежная. Но не могу сказать, что вот как у вас в Сибири, там, минус 35 или что. Нет. К 30 может быть. Но снежная. Очень снежная. Да. Высокий снежный покров. Понятно. Итак, значит, получается следующее. Посадка на холмы – это уже плюс. Для снежной зимы – это спасение. Груши, они очень боятся сырости зимой, во время оттепеля и при весеннем таяния снега. Так. Температура до 30 вполне приемлема. Именно поэтому груши не погибли. У нас в Сибири, вот эта груша, которую сейчас люди видят на экране, вы же поняли, что передо мной экран, а запись идет. Да. Вот. У нас бы она погибла. Вот эти, в догонку. И еще, знаете, у меня особый взгляд. Вот еще бы, я почему-то стараюсь, думаю, ну когда-то, я стараюсь для будущих студентов, для будущих абитурентов. Вот вы не смотрите, это последний снимок, да? Вот. Ничего не видите? Да, это последний снимок. А я вижу, я обязан об этом сказать. Нижняя скелетная ветка, выросшая позже, чем положено, да? Вот. Они неполноценные. Да, они зацветают. Но цвет листьев, я все, надеюсь, видят на экране, они должны быть темно-зеленые. А они светло-зеленые, они неполноценные. И у вас еще впереди, не дай бог, вот будет, как у нас в Сибири. Вот вы упомянули, 35. У нас 35 считается теплая зима. Вот 40 уже, да. Вот. Это уже действительно Сибирь. И получается так. У меня большие сомнения, что вы радуетесь, а я вам должен, ну, было бы личный разговор, да? Я, может быть, промолчал бы. Это не мой саженец и не Сергей Железов. Это саженец из питомника, который изувечил штамп, а потом вам его продал. И сейчас вы видите неполноценные нижние скелетные ветки. Я, Люда, милая, вот, как вас назвать-то? Я не спрашиваю, возраст женщины спрашивает. Ну, дочкой назову. Извините, для меня вы дочка. Вот. И я вам говорю, что нижние скелетные ветки неполноценные, и морозы могут в дальнейшем не выдержать. И даже цветы, которые появились на этих новообращенных, задним числом выросших, с нижних скелетных ветках, они могут вас не порадовать, а просто погибнуть дерево, или опять отсохнуть именно нижние скелетные ветки. Вот. Они светло-зеленые. Это огромный минус. Это в адрес того питомника, который никогда меня не знал и никогда меня не узнает. К сожалению, очень узкий круг увидит наш с вами фильм. Вот. Я не хочу дальше людей, чтобы уставали, глядя фильмы. Вот. Я хочу на этом закруглиться. Я хочу вас поблагодарить, что наш человек в Финляндии, что человек неравнодушный. Вот. Что когда-то вы покажете, что с моих косточек, семечек. Вы, а вы знаете, что вы единственная, кому я напрямую послал туда, в дальнее зарубежье? Вы в Костичево, в дальнем зарубежье? Вы единственная, к кому я послал и к кому дошла посылка. Вот. А так обычно через третьи руки было через Израиль, было через прифронтовые. Знаете, что было? Это города раньше были. Какие? Приграничные, а сейчас какие? Страшно говорить. Прифронтовые. И вот раньше это все переходило через невидимую границу. Вот. Сами знаете, что такое это. Когда можно было пойти через границу и это, погулять. А сейчас все. И вот получается следующее. Значит, я очень надеюсь, извините за такой вот конец разговора, что когда-то прекратятся поставки изуродованных саженцев из этой же Финляндии. Они лучше, чем наши узбекские и киргизские, которые умирают по принципу миллион из миллиона мертвых. А это, разоряя людей, наших пенсионеров в основном. Мы же в основном пенсионеры занимаемся этим. Молодежь чихать на это хотела, на с удовольствием. Это горькая правда. Вот. Но даже то, что присылается из Финляндии, вот, это тоже не подарок. Вы молодец. Вы не стали уничтожать нижние скелетные ветки. Вас бы эти... Помните, вы же смотрите мои фильмы? Вы помните этих пресловутых выпускниц Тимирайзу? Это они сказали, отрежьте у груши. Четыре толстые скелетные ветки, низко расположенные, оставляя 20% кроны, обрекая дерево на смерть. Вот. И это ваше дерево они бы тоже загубили. Дай им только секатор руки. Потому что... Нет, я все по железу. Нет, нет. Но, к сожалению... Я не по вашей технологии. Давайте еще предпоследнюю фотографию. Я только сейчас их увидел несколько минут назад. Вот. Вот это выглядит лучше. Вот это. Вот здесь каким-то образом почки оказались более полноценны. И нижние скелетные ветки, которые выросли от самой земли, будем надеяться, что вот это дерево сохранится. Вот. Она тоже чуть-чуть светлее, чем должно быть. Но уже как-то приемлемо. Приживутся и урожай будут давать. Главное, что если бы вы отрезали их опять, как полагается, вот даже наша темиевская академия приказала бы всем своим студентам, учитесь, как надо отрезать. Вот так было бы. Вот. Ну, а это, к сожалению, в последней фотографии намного хуже. Но я специально все это подробно с этими восклицаниями рассказываю, с ужасом. Почему? Я хочу привлечь к этому внимание. Руки просят нижних скелетных веток. Вы так помогли. Вы живете в Финляндии, Люда. Но вы наш человек. Вы наш человек. Благодаря вам мы немножечко будем разбираться. Пусть в каждом городе, там будет 500 просмотров. Пусть в каждом городе по человеку нашему, благодаря вам, прибавится. Валерий Константинович, можно добавить еще одно мое наблюдение? Ради Бога. Вот вы, наверное, помните мою яблоню, которую зайцы так поели. Помню. Была, наверное, длина рана была. Они съели всю кору один метр, а ширина 5 сантиметров, наверное. Я тоже посылала вам, как у меня они объели. Так вот, я заметила. Я делаю вот такой раствор, жидкий раствор глины, жидкий-жидкий. И губкой, вот только вот на эту рану я провожу всего там, ну пару раз, ну три, это самое большое. Я провела вот этим раствором и оставила. И можете себе представить. Вот это дерево, два года назад его объели, так знаете, год оно болело. Там была и тля, и все на свете, но я опять никаких химикатов не использовала, ничего. А потом оклемалась. И сейчас я пришлю вам это цветущее, красивое дерево Ирана очень хорошо. А еще и первые фотографии до лечения и после лечения, умоляю, пришлите. А вот первые у вас тоже, наверное, есть. Не-не, мне бесполезно искать. Вы знаете, что такое тысячи этих писем, тысячи? Ну да, это я понимаю. Вот, невозможно. Я боюсь, что я до тоже не вижу. Вот сейчас, смотрите, смотрите, вот это ваше это. И все, видите, ничего больше нету. Вот, поздравления с Победой и больше ничего нету. А где же вы раньше-то, где же это? Понимаете? Ну вот, и у меня, у меня тоже новые айфоны, фотографии в новом. Вот, 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 давайте, во-первых, все по-новому. Во-вторых, я даже сейчас уже прокомментирую. Знаете как? Одно время появилось, понятно, как же оно называлось-то. Когда лечение с помощью этих, вдруг глину назвали чистым лекарством. И я сам покупал для женщины, у которой были страшные травмы, эту самую глину, якобы какую-то голубую. В общем, кто-то привозил с гор. Мы все это прошли. Вот. И я до сих пор не знаю, если человек бы не лечился перелома вот этой глины, он был бы такой же, или, может быть, сейчас бы ходил хромал, я не знаю. Вот. Мода прошла, согласитесь, что была эта глинотерапия. Да, было бы. Было, а потом проходит время, и люди забывают. И теперь лечатся чем-то другим. Кто на этом заработал? Может быть, женщина, которой я помогал, я возил ее к тем, кто глину добывал. В горах далеко возил. Покупали мы не за это. Я этого не знаю. Но сам факт, что вы дерево, страшную рану вылесили глиной, это о чем-то говорит? Вы знаете, это еще не одно дерево. Рядом с ним растет алыча. У меня тут по алыче тоже есть к вам один вопрос, если можно задам. А с алычой случилось то же, значит, когда валили березу, сломалась одна ветка, и тоже была страшная рана. Я сделала то же самое, но это было все до яблони. И вот эта алыча, она дала такой прирост на этой же ветке. Эта ветка выше вообще всего дерева. Эта ветка стала расти. Именно только глиной. Я ничем, никакими смазками, не мазью ничего. А вот растворяю глину, у меня своя глина. Копни везде глина. И вот такой эффект. То есть это наблюдение. Это уже факт. У меня на двух деревьев, я думаю, этого хватит в принципе. Могу дальше попробовать. Дальше. Надо, надо, надо. И еще я хотела спросить вас насчет алычи. Вот у меня алыча подарок Петербурга. На ней она цветет всегда обильно, очень хорошо, но плодов мало. А вокруг ее растут сливы. А пыляют ли сливы алычу? Или вот это, я думаю, почему мало на ней всегда плодов? Это уже здесь вступает в действие, знаете, какой закон? Теория вероятности. У меня сейчас есть, у меня черный абрикос плохо плодоносит. До того обидно. Вот. К примеру, я уже к абрикосам подсажу, к сливам подсажу. Здесь только мет от тыка. Больше ничего. И никто вам... Ну, ясно. Вот. Потому что что такое для... Для меня алыча это та же слива. Ну, вот в прошлом году, в прошлом году, конечно, она дала больше всего вот плодов по сравнению с тем, что было раньше годами. В прошлом году больше всего. Я думаю, конечно, может быть, тоже. Я же не трогаю все эти деревьями, только наблюдаю. И это вообще очень интересно. И просто я удивляюсь, как деревья радуются, когда их не трогают. Ой, здорово. Спасибо вам. Жалко, что вы далеко, аж за границей. Таможенники по границам не дадут вас поцеловать. Ладно, это шутка. Люда, еще я с вами как с родной. Люда, Людочка, Людмилочка, милая моя. Вот. Спасибо. Сейчас я еще, вы знаете, чтобы невозможно чуть-чуть не вернуться в жестокую действительность. Итак, еще раз про глину. Глина является одним из компонентов для лечения ран. Это есть. Это не вы придумали, это до нас придумали. Хотя вы могли сами догадаться, но до нас это было. Да, я нигде не читала. Я просто попробовала. А, значит так, я вас назначаю теперь зам по Финляндии. Будете представлять там наших. Но вы сами видите, вы сказали, как вы назвали, груша Чижевская? Груша Ольга и груша Чижевская. А кто сказал, а почему наша родная отечественная груша и вдруг Финляндия? Я вот это не могу понять, потому что у меня есть вишня щедрая. Латинскими буквами написано щедрая. Латинскими буквами написано Чижевская. Я не знаю, как это происходит. Ну, это значит, что мир тесен. Ладно, я заканчиваю другими словами. Очень важно. Итак, глина является одной из составляющих смесей, которыми лечат деревья. Но, и казалось бы, здорово, вы открыли открытое, да? Вы просто уникальный человек, если сами догадались. Но сейчас речь идет не об этом. Дело в том, что они умудряются, что делать? Они умудряются вначале взять, увидеть, что на дереве проявилась кометь. Кометь живица – это лекарственное растение, лекарственное существо, которым дерево или вылечило себя, или лечит. В это время требуется вырезать, раньше солнечные ожоги вырезать, дальше морозобоины вырезать. Вот. Все, что вы увидите, треснула кора, вырезать, а потом мазать составом, куда входит и глина. То есть кто-то когда-то, гениальный человек, вы тоже гениально, раз сами догадались, только вы еще не знаете об этом, что вы гениальная. Сами догадались, значит, гениально. Я правда не знаю. Ну, теперь узнаете. Так вот, этот состав придуман был гениальным человеком, где-то в 19 веке. Глина – одно из них, для того, чтобы лечить. Но люди извратили это все так, что вначале давайте докалечим, дорежем, замучаем. Вы знали, что творится. Я тут показывал иногда раны, которые вырезают. Это страшно смотреть. Вот, жутко. Я их показывал на вебинарах. И завтра будет стать вебинар. Вот. И придумали, что надо лечить смесью, куда входит и глина. Вот. Вот я про глину еще раз говорю. Вы молодец, вы умница. Но вы это делали, уже это сказать, вынужденно, так? Да, вынужденно. Резали не вы, у вас резали зайцы, так? Да. А вы уже за ними лечили. Это я понимаю. Но то, что специально нарезать раны, вырезать, а при том, что я ни одну в своей жизни не вырезал, а у меня совершенно здоровый сад, он покрыт морозобоем, на него жутко смотреть, хоть плачь. А деревья живые и плодонос, как ничем не было. Почему? Там под этой раны, казалось бы, рана, да, комет капает, течет. Вот. Страшная рана, казалось бы, то, что морозобойная. А там уже, под ними, уже все, уже свежая пленочка, уже свежая кора, причем она имеет те же 40 градусов сопротивления морозу. Еще не видно ее, а сверху облушивалась, еще не облушивалась вот эта вот вымершая. А потом на ней, на отмерзших участках поселяются грибы, так, и делают свою законную работу. Жрут, жрут, жрут. И я об этом говорил, вот только вы от меня раз сто слышали. Согласитесь, что раз сто про это? Да. Да. А они не слышат ни разу. Вот вы упомянули глину, а у меня сразу шерсть дыбом. Выделили, помните, я сейчас, у меня последние волосы длиной 5 миллиметров, да, и те дыбом стоят. Потому что из блага, из мирового открытия, из гениального открытия, что глина лечит, взять специально калечить деревья, вырезать страшно. Так и написано, вырезать до живого мяса, до живой, это, даже не как это называется, до живой ткани, вот, а на дерево уже вылечилось. Вот на этом можно закончить, потому что, помните, по сервису, запоминается хорошо последнее. Вот. И пусть на этом мы закончим разговор. Я, Люда, благодарю, не безмерно, благодаря вам получился, мне кажется, неплохой фильм. Вот. И что теперь мы уже Финляндию покорять будем, благодаря вам. Причем покорять мы ее будем мирным путем. Мирным, только мирным. Только мирным. Все мои знакомые садоводы тоже прекратили обрезку. Вот. Делают обрезку только в посадке. И только, только если сломано что-то или высохла вот такая санитарная обрезка. То есть все по железу. Спасибо. Так что, Сергей Константинович, вы патриот. Спасибо, Люда. Целую вас крепко. До свидания. До свидания. На этой ноте надо закончить. Всего вам доброго. Всего доброго. Пока. В нашем садоводстве. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...